Через несколько минут здесь, на Болотной площади, начнется миссинг, посвященный к допчине событий 6 мая. Пришедших не встречает привычная музыка, это связано с тем, что во время монтажа сцены погиб один из рабочих. Организаторы решили не отменять миссинг, но начнут его с минуты молчания и просят всех пришедших свернуть свои флаги. А пришедших много и на рамках до сих пор стоят большие очереди. Мы оказались не в начале, а в конце. То есть мы избегли, понимаете, мы избегли вот этого смертоубийства, которое здесь началось, по частейшей случайности. То есть эти ребята сидят за нас. Я ни одного москва не могу пройти. Я им говорю, вам повысили за рта, вы хорошо живете. Но это не значит, что вам дают право дубинками бить людей. Никто мне плохо не отвечает. Все понимают, что это так. В Навальном и вообще, потому что мы были в прошлом году 6-го числа тоже. Это у нас как бы дата памятная. Ну, там стояли. Практически все везде. Так что... Долг. Просто вот именно долг наш. Ощущение какой-то вот темной разладности, черной тучи, которая надвигается на страну, совершенно же без предел. Вот это все вместе подвигло меня на то, чтобы сегодня прийти. Но главное мне жалко этих ребят, которые действительно сидят совершенно... Ну, ни за что, чего говорить. Там поддержку, что это митинг там связано со мной, я не думал об этом, да, потому что не... Ну, как бы я о себе это вообще не очень много думаю. Но то, что люди подходили, много здоровались, говорили спасибо, просили фотографироваться со мной. Это было, конечно, приятно и сильно удивляло. Может быть, вам не понравится, но я считаю, что над этой площадью должны прозвучать, может быть, в таком кривом исполнении эти слова. Внимание! Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет, и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Я этой песни плохо исполнен, и хотел сказать, что наши лидеры не здесь и даже не под домашним арестом. Наши лидеры это Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, Солженицын, Сахаров, Егор Летов. Они с нами, и поэтому Путин нас никогда не победит. Всем привет! С Пасхой! От меня обычно ждут, что я что-то такое особенное скажу, или буду скандировать новый лозунг. Нового лозунга я сегодня не придумал, зато пришел на сцену с женой. Юля, а может быть, это и есть новый лозунг? Протестуй вместе с женой, или вместе с мужем, у кого у нас получается. Уважаемые мэтры, пожалуйста, знайте, что каждый раз, когда вы окажетесь на телеэкране в одном кадре с диктатором, это будет означать, что вы поддерживаете диктатуру. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно, так пусть они рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Активисты напали. А куда напал уже? Напали на наших активистов радужных. Только что, это не они, мы не знаем? Может быть, они не знают. Ребят, куда носите? Держим, держим его, держим. Подошли граждане и сказали, что брызгали болончиком, поэтому им держали по заявлению. Продолжение следует...